Привет! Здравствуйте, зрители! У нас сегодня передача Кто хочет стать миллионером? Я хочу! Я! Правила таковы. У нас есть три участника. Каждый сегодня будет бороться за звание миллионера по очереди. К примеру, если Максим отвечает на 100 фунтов и ошибается, следующий ход передается Андрею. Если Андрей ответит на 10 вопросов подряд и проиграет на 10, переходит очередь Кате. Дальше мы не сдаемся, даже если Кате продует на 250 тысяч. Мы возвращаемся к Максиму, и он будет начинать на той цифре, на которую он продул в прошлый раз. Все понятно? Да. Мы можем задавать один и тот же вопрос на одну сумму, пока человек не пройдет ее. Кто первый из вас дойдет до миллиона, тот и победил в этом челлендже. Готовы? Да. Давайте мы покажем, что у нас есть. У нас есть вопросы на 100, 200, 300, 500, 1000, 2 тысячи, 4 тысячи, 8 тысячи, 16, 32, 64 тысячи, и затем идет 250 тысяч, 500 и 1 миллион. Карточек достаточно, чтобы ответить и пройти до миллиона. Все вам понятно? Нет, вот это. Это варианты ответов A, B, C, D. Или, если сомневаешься в ответе, есть возможность использовать по одному разу подсказку. Обсуждение, звонок другу, либо 50 на 50 выбросить половину ответов. Окей. Звонок другу, либо Кате, либо папе. Либо обсуждение в зале, это типа вот... А что три человека значит? Это значит, что мы будем друг друга подспрашивать. Но только одежда этих есть. Да, вот эти подсказки можно использовать по одному разу. Готовы начинать? Да. Итак, я включаю сейчас себя, включаю вас, и будем пробовать начинать. Давай по вопросу. Давайте я вам. Папа Макс Теа. Дорогие наши участники, вы определились, кто будет начинать? Папа. Ну, говорят, что я. Папа, хорошо. Первый вопрос на 100 пунктов. Давай. Итак, which of this was a French painter? Кто из них был французским художником? Итак, A – Махлер, B – Матис, C – Мусорской и D – Мэндельсон. Наверное, Матис. Мусорской – это русский, Мэндельсон – вообще какой-то композитор. Итак, ваш ответ? B – Матис. Молодец, 100 фунтов есть. Далее, вопрос следующий. Сейчас опять самый сложный будет выбирать. Which of these French phrases means good luck? Опять французский. Что из этих французских фраз имеется в виду? Я даже не знаю. Bon, что-то там, оно. Bon voyage. Это хорошо. Bon chance. Bon vivant. Bon appétit. Второе. Be. Be. Bon chance. Bon chance. Да, bon chance. Двести фунтов. Отлично. А почему у тебя французская? А я не знаю, какая-то французская игра. Это мама специально мне подбирает французская. Я то, что могу перейти. Я интересно, или что-то по китайскому или... 300 фунтов. На 300 фунтов играем. Вы можете вот видеть, у вас тут цифра. Так, это уже, что до 300 фунтов можно купить? Я даже не знаю. Какую-то хорошую лего можно на 2 купить. 300 фунтов. Можно купить. Папа, ты должен это знать. Давай. Which of these countries is not a member of NATO? Какая из этих стран не есть... Я не знаю, членом НАТО. Не вводится стаб НАТО. Я не знаю. Значит, A. UK, то есть United Kingdom, Великобритания. B. USA, Америка. C. Germany. Вот не знаю, наверное, в НАТО тоже. И D. Австралия. О, конечно Австралия, она не знает, где далеко. А кто такой НАТО вообще? Это Северо-Атлантический военный альянс, но вряд ли Австралия в нем. Поэтому я выбираю вариант, что там, ABC, D. Австралия. D. Австралия. Молодец! Какой-то у меня умный. Да! Так, следующий вопрос на 500 фунтов. 500? Это уже какой-то там простенький айфончик можно купить, да? Which of these is a rank in the British Army? Что из этого является... Рангом в американской армии? Да. Я думаю, знаю американскую... A. Private, 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 private. Это рядовой. Private. B. Bestful, bashful. B-S-H-F-U-L. Без понятия. C. Introverted. D. Shy. Шай? Ну, номер два. B выбираю. Или A. Давай, вариант А. Private. Оооо, правильно! Ооо, как это Шай есть! А потому что спасти рядового Райна по-английски называется Safe Private Ryan. То есть, вот это да, это звание... Следующая задача... О, слава не шай! На тысячу фунтов! Ооо, это уже на какой-то более-менее айфон! Which of the following are football players legally allowed to use on the pitch? Ооо, нет! Ты знаешь, что это... Я совсем не футболист! Я знаю, я знаю, я знаю! Я совсем не футболист! Хорошо, что не могу! Он должен взять помощь в зал, если что. Итак, что это значит pitch? Это то, что футбольные там, где играют. На поле именно? Да. Ну, там, где матч строится. На поле. Окей, короче. Отвечай на вопрос. Еще раз, пожалуйста, вопрос. Which of the following are football players? Кто из этих футбольных игрок legally allowed to use on the pitch? Который разрешен... Каких игроков можно использовать на питче каком-то? Да, которым разрешен он играть на питче. Короче, позор мне, но я с футболом вообще не знаком. Я знаю! Не подсказывай! Это его шанс продуть. Я даже не всем понял, а знаю. У меня есть шанс у вас поспрашивать. У меня есть одна подсказка, когда я это не буду ждать. Рагби-такл. Би-слайдинг-такл. Си-фиш-эн-такл. Ди-блок-энд-такл. Я выбираю последний. Блок-энд-такл. Я не знаю правильного ответа. Я не знаю. Рагби. Ну, какой рагби? Или фиш? Та-та-та-там. Ответ был би. Что? Раду ли. Какой? Как правильно он звучит? Слайдинг-тейкл. Какой-то сладенький. Слайдинг-такл, серьезно. А что это значит? Это типа вот так. А, все, я поняла. Короче, падать, скользить и падать. Это возможно. То есть, типа, впереди тебя вот так. Короче, папа продумал. Я так делаю, когда... А я, верьте, начинаю с тысячи или с ноля опять? С тысячи. О, отлично. Да. Ну что, кто следует? Я, 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 я. Следующий, Макс. What is the chemical formula for water? Ты имеешь в виду? Я знаю, я знаю. Как звучит формула воды, имеется в виду? Мам, это не chemical, это chemical. А я сказала chemical? Спасибо, дорогая. Итак, ответы. А, H2O. Б, С3PO. С, АА и АУ. Иди, С2H5OH. Я знаю. Иди, H2O, D2. А это 2H5OH, нет ответа? А, точнее, ААА. Ответ А, H2O? Д0, да. Да, 2, 0. А, поздравляю. Ваших 100 футов. Я это знаю, потому что по-моему, Гасси есть лаби, там, 2О. О, видишь, какой угол он, Гасси? H2O. Так. Which word links a type of walking with a type of talking? Что? Какое слово соединяет тип ходьбы с типом разговора? Окей. Значит, A. Jump, B. Rumble, C. Trapes, D. Saunter. Я не знаю. Я не знаю, как это на самом деле звучит. Но мне кажется... Можно транслятор и автор как-то... Мне кажется, я знаю правильное. Нет, это транслятор. Транслейтор. Читай еще раз. Which word links a type of walking with a type of talking? Walking, talking. Давайте там просчитать. Итак, не могу дать. А, там есть ответ, что ли? Да. А где ответ? Там, где мой палец. Ага. Вечно из тай... Rumble. Я согласен с этим ответом. А теперь проверим, правильный это ответ или нет. Итак, ответ B. Rumble. Я бы тоже так сказал. И это какая уже деньга там? 200 фунтов. 200 фунтов. Я бы был готов сказать, что Джон. Я на Rumble тоже хотел сказать. Мы, короче, будем играть эту игру часовский. Ну давай, поехали дальше. Which of this is an official language of Canada? Какой из следующих языков? Ой, я знаю. Я знаю. A. German. B. Italian. C. Portuguese. D. English. Я знаю. D. English. Это ваш окончательный ответ. 300 фунтов вашей. 500 фунтов. Следующий вопрос. In the world of Harry Potter, what is Azkaban? Макс читает. О, это... Это... Ну, тюрьма. Макс уже знает ответ. Это тюрьма. A. Spell. Это заклятие. B. Prison. B. 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 B озер, дом для монстра. Это очень сложный вопрос. А что значит? Ну, слушай, слушай, разъем. A. Lochtness, B. Loch Mlamond, C. Lochtay, D. Lochtnevis. Лох. Мы видели... Я не буду подсказывать. Я точно знаю ответ. Си, си. И какой? Прочитай еще раз по ответу все. A. Lochtness, B. Locht Mlamond. Я знаю Lochtness Monster, но Лох-то я думаю. A. Lochtay, D. Lochtnevis. A. Lochtay. A. Lochtay. А. Погоди, что? Можешь опять сказать? Можна я прочитаю? А. Папа, ты не будешь ему так подсказывать, что что-то не то, я от тебя выгоню с игры. A. Lochtay. A. К сожалению, там-там-тарам, вы проиграли в тысячи. A. Lochtness Monster. Монстр. А. Я знаю, но я помню, что Lochtay было. А. Не было Lochtay. Lochtness Monster. А. Чудовище. Итак, Катарина. Как? Вот так. Мы сравняли счет, и мы оба с Максом дошли до пятиста, правильно? Нет. Я ничего не понимаю. В смысле, заработали пятьсот, следующие тысячи. А как это? Что? Ну вот так. Ты просто что-то ошибся. Катя. Теперь вопросы для Кати. Итак, первый вопрос Кати на сто фунтов. Какую породу собаки используют для herding sheep? А, для послухов. Для послухов. Как послухов. Итак. A. Спанель. B. Колли. C. Терриор. Колли, 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 Колли. B. Greyhounds. Колли. B. Колли. Молодец. Мама, я знаю, я знаю, как, просто... В Майнкрафте? Да, в Майнкрафте без есть ферма такая, и там можно купить Колли, так я знаю. Супер. Вопрос на двести фунтов для Кати. Какая традиционная британская кухня-еда включает в себя сосиски и масло? Первое. A. Frog in a dish. In a dish. Dish. B. Nude in a garage. Nude. C. Tadlo in a pit. D. Toad in the hole. Toad in the hole. Правильно. Что? Мама, просто Клин нам говорила про эту игру. Катя... Даже Макс не знал. Прикей. Следующий вопрос на триста фунтов. Да, триста фунтов. The name of Fish Rodin is derived from the French because she who sleeps. Можно я посмотрю? Имя какого грызуна произошло от французского для... Что? Она, которая спит. Ну, то есть вот... Squirrel. Squirrel. Shrew. Hamster. Dormos. То есть та, которая спит. Катя сказала Dormos. А ну, правильный ответ. Ответ Dormos. Что? Криктофунтов. Короче, мы думали, Катя, самая маленькая, самая неопытная. Я умная. Но это мы уже видели. Катя, вопрос на пятьсот фунтов. Ну, реально сложно. Если ты сейчас угадаешь, ты догонишь нас. Я думаю, даже зрители наши не смогут угадать. Итак, Starbucks is the best known for selling what? Что продается в Starbucks, как самое известное в нем? Water. A. B. Fruit juice. C. Coffee. D. Coca-Cola. Кофе. 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 Матер! Она нас догнала! Макс! Она нас догнала! Итак. Итак. Капец. Я думал, что Катя не будет нас догонять. Катя, реально сложный вопрос на тысячу фунтов. Какая из солнечных радиаций максимально вредна для человека? А какие там есть? A. Gamma. B. Ultraviolet. C. Alpha. Ultraviolet. D. Infrared. А теперь вычитай, какая максимально вредная, да? Ультраviolет. Какая максимально вредная радиация, солнечная радиация для человека? Катя, ты правильно сказал. Почему я знал? А я бы сомневался. Реально, я бы сомневался. Я бы подумал. Я бы сомневался. Мальчики, Катя идет на две тысячи. А почему мне вот этот вопрос не задали на тысячу? Я знаю слово ультрафиолет, но я бы подумал, что может есть какая-то более вредная, чем ультрафиолет. Мам, я это знаю, потому что мы это сайенс учили на зуме. Вы прикиньте, что Катя нас уже сделала. Она сейчас вас опять сделает. Я не специально выбираю вопросы, я их не знаю. Я даже сделала ультрафиолет на бумажке. Понятно, мальчики, учитесь хорошо в школе. Итак, Катя идет на две тысячи фунтов. И у нее вопрос. Пробуем. Что называют атаманом в мебели? А. Дрессер. Это типа шкафчик типа. Б. Дрессинг тейпл. Это такой вот туалетный столик. Ага. С. Кровать. И Д. Фудстул. Дрессер. Дрессинг тейпл. Бед. Фудстул. Та-дам! Вариант Д. Фудстул. Правильно? Да. Это фудстул. Катя идет на четыре тысячи. И пока не использовал ни одной из своих подсказок. Угу. Катя, вопрос. Какой из следующих знаков зодиака не является огненным? A. Лев. B. Стрелец. C. Овен. И D. Телец. Ты думаешь Овен, ответ C. Нет, нет, нет. У тебя буквально три секунды ответить. Нашли подсказок. Ну давай, есть 50 на 50, либо обсуждение с друзьями. Позвонить. Позвонить. Кому мы будем звонить? Алло. Здравствуйте. Сири спросить что ли? Кстати. Спроси мы Сири. Which of these signs of zodiac is not a five sign? Leo Sagittarius Aries Taurus. I found some web results. I'll send them to your iPhone. Yes! But you can ask me again from there. Понятно? Она говорит, возьми свои айфоны. Не, ну через айфоны это конкретно найти ответ. Это неправильно. Что? Катя использовала подсказку пустую. Да. Окей, даюсь. Ты, Катя, в следующий раз начинаешь игру с четырех. Ну уже две есть. Катя и так нас обогнал. А пел был Таурус. Таурус. Ну я если честно сам не знал. А что такое Таурус? А я бы выбрал тоже овен, который телец. Телец. А что это овен огненный? Овен это барашка. Что он огненный из нас? Что? Горит барашек. Я бы не думал, что барашка огненный. Итак, Катя на четырех тысяч. Здор. Так, я могу Катю сейчас как минимум хотя бы попробовать догнать. Так, ты у нас на тысячу идешь, да? Да. Так. Что из еды является pumpkin wrinkle? Pumpkin wrinkle. Ну давай попробуем. Не знаю. Итак, A. Ham. Ээээ, нет. Ham. Ham это по-русски. Ну ветчина. Да, ветчина. B. Pasta. No. C. Cheese. No. D. Bread. Я выбираю ответ ABC. D который, pumpkin wrinkle. Молодец. Это ответ хлеб. Что такое pumpkin wrinkle? Не знаю. Главное, что это правильный ответ. Я заработал тысячу этих денег. Complete the name of the high street fashion retail. Dorothy. Назови. Вот это вот супер-пупер. Ну какой-то Dorothy. Ну и дальше что еще? Давай. На шопинг спите. Значит, Dorothy Jenkins, Dorothy Tomkins, Dorothy Perkins, Dorothy Simkins. Ну я рискну сказать, что C Dorothy Perkins. Молодец. Я не знал. Я не знал. Я че-то так на слух. 4 тысячи пунктов. Ага. И сейчас мы тебя обпозорим, так как ты у нас не футбол любите. Ты специально мне футбол выбрала? Я только к вам говорю. Футбол клуб. Фейенурт. 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 Это не Дания. Б. Эйнтховен. С. Гронинген. Д. Роттердам. Роттердам. Роттердам, по-моему, тоже не Дания. То есть получается либо Би, либо Си. Амстердам это сто процентов. Кто это туда поставил, Даня? Так. Если там было Барселона, я бы сказала футбол клуб Барселона. Да, но это очень было бы легко. Кстати, зрители меня исправлять. Я не буду. Хорошо. Я буду. Я чисто так вот 50 на 50. То есть я не беру подсказку. Я просто говорю, что это вариант ответа Би. Я даже не знаю, как звучит это. Эйнтховен. Пускай будет он. К сожалению, мы в следующий раз начинаем. Есть! Это был город Роттердам. А Роттердам, если он вообще-то находится в Амстердаме? Я думал, что он в Нидерландах, в Голландии, да? Нидерландах. Короче, капец. Вот моя география. Макс, ты начинаешь с тысячи. Фух. И Катя две сделала. Но Катя с первой попытки две тысячи сделала, да? Да. А я со второй. Макс, я думала, что ты еще это не читал, но это школьная программа. Which of these Shakespeare's strategies is set chiefly in Verona? А что такое Verona? Это город Италии, по-моему. Но это невозможно знать, не читая я или не знал. Это из Ромео и Джульетта, я думаю. Ну какие есть варианты? Отелло, Ромео и Джульетта, Тиммерлина. Ну все, я только знаю Ромео и Джульетта из этих. Они в Вероне живут? Я откуда их знаю. Варианты ответов. Они еще не знают варианты ответов, уже кричат. Верона и Джульетта. Мы же уже прочитали чуть-чуть. Отелло. Кимберлин. Или Симберлин. Ромео и Джульетта. Ромео и Джульетта. Ройси. Тройлус и Крэссида. Вариант Син. Правильно, мы перешли в следующий. Вопрос на 2000 фунтов. The pool of tears in the second chapter of which book? Alice in Wonderland. Муди Дик. Матильда. Моби Дик, может быть. Моби Дик. Моби Дик. Простите. Матильда или Алиса. Я знаю. Я знаю. Это читал. Нет, это было. Это было. Морди. 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 Итак, the pool of tears in the second chapter of Alice in Wonderland. Это был ответ А. А как Алиса в чудесах? Я читала. Ну так, Алиса в чудесах. Значит, вторая глава книги Алисы, это... Ты в следующий раз очень важен. Ай! Итак, папа. Да. На 4 тысячи я иду. Папа начинается с 4 тысячи. Не, а Катя? А, точно. Катя. Катя начинает с 4 тысячи. 4 тысячи тоже. Вот это ты даешь. Итак, Катерина. Кто победил шведов в мировом кубке и в полуфинал? Это опять про футбол? Да. Окей, хорошо, что футбол. Кто победил шведов в мировом чемпионате и в полуфинале? Кто? Аргентина. Аргентина. Бразилия. Ургария. Ну я бы знал просто из-за того, что я знаю, какая страна самая футбольная. Итак, Катя. Аргентина. А. Б. Италия. С. Бразилия. Иди. Ургвай. Как думаешь, какая страна самая футбольная? Бразилия или Италия? Мне кажется, Бразилия. Поздравляю, вы переходите в следующий. Это была Аргентина. Восемь. Это была Бразилия. Да? Да. Я вообще играю или... Катя футболом? Бразил. Катя умеет. Я вообще еще играю или... Папа, мы всегда... Я всегда с мальчиками говорю на ланче. Ну иногда еще... Про футбол вы говорите? Да. И все говорят put your hand up if you like Месси. Put your hand up if you like... В Месси в Барселоне играл, я знаю. Да, да, да. Вау. Да, да, да. Мой ребенок интересуется футболом. Не, не интересует. Вопрос на 8000 футбол. Поехали. В единицах измерения, что такое 14 pounds equal? Игвивалент 40 фунтов. В каких единицах измерения? Ну и дальше, варианты ответов. A fever, a gram, a ton, a stone. А, тогда pounds, это который единица веса. Да, измерение. Да. In a weight measurement, what do 14 pounds equal? A fever, a gram, a ton, a stone. Я думаю, что Катя не знает ответ. Я думаю, что Катя не знает ответ. Мне кажется, то что B. Значит, повторяю. A, fever, а что такое fever? Это температура вообще, когда... Да, да, да. Больной. Я не увидел там. Итак, a fever, a gram, a ton, a stone. Я знаю, что ответ. Я стоять. Мне кажется, что... 40 футов, это... Я знаю ответ точно. Я знаю точно ответ. Тон, 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 тон. Итак, Катерина... Мы с Максом знаем. Да. Так, ответ ваш A, B, C, D. Мне кажется, fever. Это ваш окачательный ответ? Да. Да? Вы прогулили. Нет! Это stone, это stone. Я забыла stone. Так, как... А что такое fever? Я честно не знал. Так, поехали. На 4 тысячи играем. Да, я готов. Что такое frappe? Frappe, что-то съедобное. А аргумент, B, Beaverage, C, Ballet Step, D, Skirt. Это Beaverage. Молодец. А что такое Beaverage? Я думала на французском. Это напитки. Beaverage это напитки. Аргумент. Я думала на французском. B, это напитки. C, это Ballet Step, это движение. Есть, 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 четыре фунта мои. А 4 тысячи фунтов можно купить самый крутой фунт. Смотрите, я думала на французском. А это стучать типа на дверь. Нет, вот не то. Поехали дальше. На 8 тысяч фунтов папа отвечает. Кто написал популярное приключение новеллу Ким? Я не знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Репартиплин, Wee, Jones, C, Supper, D, John, Bashan. Я не знаю. Я не знаю. Ридига, Киплинг, B, Wee, Jones, C, Supper, D, John, Bashan. Ну пускай будет Киплинг, я не знаю. Это правильно ответил. Yes! Я вообще играю. А ты откуда знал? Я не знал. Не знала? Ты знала? Я вообще играю? Ты играешь, ты после меня будешь. Я еще вообще играю. Я в этой книге. Родит на 16 тысяч. Так, ты тупой, что я не знаю. Я никогда не знал. Итак, что из этого является контейнером для бойлинг-вотер, кипяченой воды? Ну, кипящей. Кипящей. A. Бобби, B. Бенни, C. Билли, D. Бэрри. Я прошу здесь подсказку. Где моя подсказка? 50 на 50. Вот я использую свою подсказку, отдаю тебе. Хорошо. Есть, значит, варианты ответов. A. Бобби, C. Билли. Бобби или Билли, контейнер для кипящей воды. Ну, не легче этого не стало. Я думаю, я знаю. Какой еще раз? Бобби или Билли. Бобби или Билли. Бобби, Билли, Бобби, Билли. Я думаю, я знаю. Билли. Билли. Билли, Билли. Билли. Есть, 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 есть. Я на шару. Я вообще еще играю. Я на шару. Ты знал ответ? Я думал, Бобби. Я думала, Билли. А что ж ты говорила, что знаешь? 32 тысячи фунтов папа играет. Что для викингов было? Хнар. Не знаю, что такое хнар. Защита, я так понимаю. Ладно. Хелмет. Шлем. Хнар это шлем. B. Фист. Для запястья. C. Митинг хаус. Там, где они встречались вместо. Дальше. D. Щип. Хнар. Я знаю. Я играю врага. Не знаю. Хелмет. Ага, ну ты проиграл. В следующий раз, папа, ты начинаешь наборить с 2 тысячи. Катя, Максим, ты начинаешь с 2 тысяч. Как называется группа соус? A. Худ. B. Флок. C. Парламент. D. Пати. Я знаю. Парламент. C, пожалуйста. Ответ C. Парламент. Правильно? Серьезно? Я думала, это флок. Что это парламент? Это зл. Ну, это там и депутаты сидят. Парламент. Ну, вот это они стаи там сидят. Короче, Катя сказала флоки. Я был здесь согласен. Стая соус, а не парламент соус. Ко какой-то. С 3 тысяч. Наверное, я из Инглера. С Гарри Поттера. Не-не, я думаю, инглиш. Ладно, поехали дальше. Макс играет на 4 тысячи. Какая из областей есть в Ирландии? Пикалили. A. B. Типерари. C. Хортатори. D. Барбари. Барбари. Это твой окончательный ответ. Да. Правильный ответ. Типерари. Я вообще, я вообще еще... Откуда? Инглиш. Вау. Невозможно, мне кажется, это было знать. Тысяча Макс начинает заново. А я знала. Итак, поехали. Катя. Начинает на какую сумму? 16. А, так я Катю обогнал пока. Дополни имя певца. Дастин. A. Спрингленд. B. Спрингфилд. C. Спрингтурс. D. Спрингпот. Мне кажется, спринг... То, что A. Дастин. Спрингленд? Да. Я верю. Это твой окончательный ответ? Я езжаю. Тогда я езжаю. Да. Вы продули на 16. Нет. Спрингфилд. Это был Данфилд Спрингфилд. Да. Я бы так сказал. Я тоже. Так, Катя не справилась, папа. Ты? 32. 32 тысячи. Я теперь впереди планеты всей. А ты не на 64 разве? Нет. Еще ночью. Ну, смешно. Давай. Кто был вымышленным детективом и ассистентом доктора Ватсона? Шерлок Холмс. Шерлок Холмс. Да? Ответ широкий. Это на 64 тысячи такой вопрос. Так, вопрос. Оцелот. Оцелот это что? Это типа кошка. Ага. Мама. Это... Это... Маленький леопардик. Да, это маленький леопардик. И? Маленький леопардик. Оцелот. Реально ези. 128 тысяч фунтов. Можешь ли меня поздравить? Не, не поздравляем. Ты выиграл в 64. Ну, ладно. С-ворд То есть, на каком флаге есть меч? Да. A. Сауди-Арабия. Саудовская Арабия. D. Казахстан. C. Ирак. D. Иордания. Капец. Все очень сложно. Я не знаю. Пожалуйста. Пожалуйста. 125 тысяч. Я вас сразу продую. Пожалуйста. Я знаю. Я не знаю. Саудовская Аравия, Казахстан. Ирак. Иордания. Хорошо, я выберу просто Ирак. Это ответ С, и он неправильный. На Саудовской Аравии есть меч. О, нет. На флаге национальной. А, ты не миллионер. Итак, Макс. 4 тысячи. Which of this abbess is in the home? А что такое, Слав? Аббейс. Это правительство. Это и церк. Храм, типа церк. Вот как-то. Министерское аббатство есть в центре, например, у нас в Лугане. Это историческое какое-то здание, в котором... Это церковное. Это типа как церковь. В Девоне. Девон – это часть Англии. Итак, ответы в Девоне находятся. A. Шерборн, Эббей. B. Мальмезбурри, Эббей. C. Хунстанец, Эббей. И Ди. Факфаст, Эббей. Красиво звучит. Последнее очень красиво. Бакфаст. Это мама так прочитала, ясно. Не можно? Я просто... Аббейсов есть в Девоне. Какой аббатство? Шерборн. А что такое аббатство? Аббатство – это я не знаю. Ну, типа церковь какая-то. Веснистерское аббатство – это красивое очень здание в центре Лондона. Старое историческое здание, которое принадлежит церкви. Вот так вот скажешь. Шерборн, Эбей. Мальберс, Бури, Эббей. Помтент, Эбей. Либо же Бакфаст, Эббей. Эббей. Факфаст. Итак? Что ты это говорила? Ваш ответ? Ди. И это правильный ответ? Нет! Факфаст, Эббей. Бакфаст, Эбей. Сакс, Макс, 8000. Что попадется ему тут? Ну, у меня два вопроса вообще попалось. Прошел Лака Холмса и еще там что-то. В чем из последующего ты сможешь найти Тетра Пап? Это специальная такая вот технология, которая, да, бумажная упаковка, но она не протекает и не раскисает. Итак, в хлебе, в молоке, яйцах или в мармеладе. Что может храниться в Тетра Папе? Да. Хлеб, молоко, что там, яйца или... Ну, яйца или мармелад. Тетра Папа это типа пленка? Мы достаточно сказали. Это специальная упаковка, которая не промокает и не протекает. Хлеб, молоко, мармелад или яйца? Хлеб. Двойка, молоко течет. Значит, подсказка про протекание. Что ты имеешь в виду течет? Ну, про протекание, что не промокает, не протекает, мама говорила. 8 тысяч в следующий раз. Так. Катарина. 16 тысяч для Кати Китара. Я просто на 250 уже. Катя, история о Британии. Какая из британских королев умерла в 1603 году? А тут капец. Элизабета Первая. Би. Мария, королева оф Скотс. Это из Шотландии, что ли? Да. Куин оф Скотс. Наверное. Си, Мария Первая. Иди, Анна. Дэни, покажи. Какая из этих королев умерла? Элизабета Первая. Элизабета Первая. Ты точно ответила, да? Да. Итак, в 1603 году умерла все-таки Элизабета Первая. Молодец. Что из монашесей воде они называются колл? Покажи. Which part of the next habit is called a cow? Sleep, head, collar belt. Sleep, head, collar belt. Sleep, head, collar belt. 32 тысячи, Катя, играешь. Так, твой ответ. ABCD. Значит, еще раз. Рука, капюшон, воротник, либо же пояс. Пояс. Ответ D, пояс, belt. Ответ неправильный. Катюшка, капюшон. Короче, два вопроса, и я сейчас забираю свой миллион. 32. Нет, папа, у тебя больше. 32. Как больше? Я сейчас на 250 иду. 24. Нет, 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 на 125. 125, да, у меня записано на 125. Я сейчас не взял? Да, нет, не взял. Ладно. Что из этого есть с музыкальным инструментом? А ну-ка. Дульсимер. Дальше. Дульцет. 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 Иди, дульчевитта. Дульчевитта. А вы издеваетесь, что ли? Я знаю. Что из этого музыкального инструмента? Хорошо, еще раз, пожалуйста. Дульсимер. Дульсимер. Дульцет. Дульсетют и дульчевитта. Давайте дульцет, вариант B. Дульцет и вариант B, это неправильная. Нет, дульчевитта. Дульцимер. Что это, что это хоть такое? Дайте хоть погуглим. Это цимбалы. Так, хорошо, Макс, что из этих омывателей является... Какое слово на английском? Ваши. Which of these washes is the coastline of Queensland and Australia? Что из этих омывателей является... Что? Что омывает берега Квинсленда в Австралии? Да, в Австралии. Какие реки, океаны, озера и так далее, просто вот касаются этого места. Итак, A. Diamonds, C. Бриллиантовое море. Кесла. B. Рубиси, Рубиновое море. C. Сапфировое море. E. D. Коралловое море. Я знаю. Как ты знаешь, я в шоу. Так что... Sapphire, Sapphire. Rabi, Sapphire, Sapphire, Sapphire и Coral. К сожалению, Coral. Я бы выбрал Coral. Да ну, я не играю! Татя, вопрос с медицинской точки зрения. Which branch of medicine is specially specifically concerned with X-rays? Короче, какая из разделов медицины специализируется на том, что касается, короче, вот этого... X-rays. X-rays это флюорография, либо же осветить лёгкость. Да. Но ты уже много рассказываешь, мне кажется. Итак. Hematology, Neurology, Radiology, Obstetrics. Значит, гематология, это, ну, то, что лечит кровь. Ка, папа нет, папа нет! Неврология, это что? Всё, молчу. Ну, нервы. Продолжай. Радиология, ну, радиация и обстетрикс. А вот это вот я не знаю. Итак, ваш ответ? Мне кажется, D. D, Obstetrics? Да, пожалуйста. Нет, 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 радиолог. Кать, твой окончательный ответ? Радиологи. Молодец. Нет, правильно. 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 Это радиологи. Вопрос понятен был, да. То есть они изучают, видимо, влияние радиации на тело человека. Катерина, вопрос на 64 тысячи пунктов. Это, кстати, стоимость уже дорогого рейндж-райда. Бэушного, правда. Да? Что из этого является укрытием, саркофагус? Саркофагом, это нормальное русское слово, есть такое. Саркофагом, да? Да. Значит, ответ A. Кофен, то есть гроб. Да. Ответ B. Оазис. Молодец. Это место такое, пустырное. C. Сворд, меч. Или D. Монки, обезьянка. Вы считаете, это смертный? Нет. Что является саркофагом? Это гроб. Это оазис. Это сворд. Кофен, гроб. Молодец. Украинский. Вы идете на 125 тысяч. Как вам, Катерина? Ну, тут вопрос простой был, действительно. Производство в Бразилии, либо originally from Brazil, вот из ламбада. Значит, это вино, это горный козел, это деревянная обувь, либо же D, это танец. 50. 50. 50. Ты говоришь 50 на 50? Да. Итак, Катя, это вино, либо же танец? А, мне кажется, вино. Эй, вино, либо же D, танец? Вино, мне кажется. Хорошо, вино, вы проиграли, это был танец. Итак, папа, ты моя кукурузка, 125 тоже. Ну что, три вопроса, давайте мне мой миллион. Какой американский университет был награжден Pulitzer Prizes? Pulitzer Русской премии. Pulitzer Русской премии. Итак. Не знаю. A, Columbia, B, университет Georgetown, C, университет Оклахома, и D, университет Стэнфорд. О, ну капец. A, Columbia, B, Georgetown, C, Oklahoma, D, Стэнфорд. Это пальцем в небо будет сейчас ответ. Ответ. Давай Оклахома. Ответ C, Оклахома? Да. Неправильно это был ответ A, Columbia. Капец. А что такое Pulitzer? Ну это премия, по-моему, за литературу. Макс, что-то ты совсем задних пасешь? Я уже два раза проиграл свой ход, ни разу не выиграл. Я просто, ну, подсказку не использовала. Легкий вопрос ты был в этом месте. Итак, 8 тысяч. Это в Америке. Значит, Гранд Каньон, либо же Великий Каньон, был сформирован какой из этих рек? Варианты ответов. A, Красная, B, Рио-Гранде, река C, Миссури и D, Колорадо. Пожди, опять какой вопрос? Какая река сформировала Гранд Каньон? Ты был, ты летал там на вертолете, помнишь? Я знаю, но я... Ну там, по-моему, реку не называли, а я знаю точно. Мне кажется, очень даже есть ответ, потому что это еще и штат. Итак. Каларадо. Ди, Колорадо? Ну я тебе подсказала, да, это была река Колорадо. Молодец, 16 тысяч! Макс, what does the musical instruction adagio mean? Что означает adagio? Adagio это что-то в музыке. Значит, A, Faster, то есть быстрее. B, Quickly, C, Slow, D, Very Loud. Я знаю. Форте это Very Loud, форте-форте. Быстрее, очень быстро, slow, либо же медленно, либо же очень громко. Не очень громко и не очень быстро, так что... Медленно и... Давай, поехали. Медленно, либо же быстро. Медленно. Си, медленно, молодец. Правильно. Молодец. Фух, ну давай дальше. 32 тысячи, макс. Вот это уже цифра. In the Elvis Presley song, what is the end of Lonely Street? Что в конце Lonely Street, типа, да? Да, что в конце Lonely Street. Итак. A, Nightmare Motel, Motel, Motel. B, Heartbreak Hotel. C, Crying Cottage. D, Depression House. Это что-то про романтику. Тут можно перевести, что в конце улицы одиночества. В Lonely Street, да, что в конце улицы одиночества песни. Либо отель ужасов, либо коттедж, что-то там слезы... Heartbreak, разбитых сердцев, плачущий коттедж для плачущих и Depression House. Там где-то депрессия сидят, а-а-а-а. Depression House. Depression House. Depression House. Итак. В конце Lonely Street в песне Лавис и Пресли было Heartbreak Hotel. Да, это... Катя и папа на одном месте. В 125 тысяч. Получится ли у Кати сейчас меня обогнать? Я буду миллионершей. Если выиграешь. На каком континенте находится Республика Габон? Итак. Что такая Республика Габон? Это страна такая. Страна такая, Габон называется. Значит, A, A, South America, Южная Америка, B, Европа, C, Asia, Asia, D, Африка. Стой, я не использую... Подсказок нет у нас, это бестолковые подсказки. Звоните и... Окей, вот эта подсказка, что у тебя... Помощь зала. Ну, а какая помощь зала? У нас нет зрителей. Вот, вы подсказываете. Ну, я думаю, что это в Габон, это в Африке. Окей. А может в Азии? Может и в Азии, но вот я больше склоняюсь все-таки... Катя, ты думаешь или ты рвешь наклеечки? Итак, Катя. Давай, твой ответ. Мне кажется, Азия. А это неправильный ответ. Габон находится в Африке. Макс, ты знал? Нет. Катя, ты не прошла... Фух, Катя не смогла меня обогнать. Теперь мы с Катей сравнялись. И у тебя есть шанс, вот, наконец-то, немножко вырваться вперед. Ооо, сейчас меня дети засмеют. Итак. Про Гарри Поттера сейчас... На французском языке. Джуди. Какой из дней недели? Ооо, я знаю. Джуди, Джуди, как правильно? Эээ, Джуди. Джуди. Джуди, ага. Это понедельник, вторник, среда, четверг. Ну, давай скажем, что это понедельник. Нет, это четверг. Это четверг. Как это? Джуди. Я не мог этого знать. Я не мог этого знать. Что? Теперь я? Я догоняю? Я даже не слышал эту песню. Ла-ди-на-ди-на-ди-на-ди. Джуди, бом-джуди, сам-ди-ди-мон-ди. Не слышал я эту песню. Позорище, правда? Ну, какой позорище. Я не должен знать французский четверг. Максимин вопрос. Кайман-френч это глубейшая часть какого моря? А, вот трещина, расщелина, может быть. А, Кайман-френч это самая глубокая часть какого моря? Макс может знать. Макс может знать. Кораллового, Арабийского моря, Карибского моря, либо же Средиземноморского. Карибского моря. Медитриниан. Весья-весья. Итак, это Карибиан или Арабиан? Карибийский. Это ваш окончательный ответ? Да. Это правильно? Нет! Вы были на Каймановых островах, скатов кормили. А Каймановые острова находятся на Карибах, Карибское море. А я это знала просто, я даже говорю, пираты карибского моря. Я уже думала, что неправильно. Макс, 64 тысячи пунктов. Итак, что такое бурлап? Пап, переводит калор. Да, вот как слышишь, так и пиши. Бурлап. Бурлап. Мешковина. Ну, вот из бурлап. А что такое бурлап? Значит. Не подсказывай дальше. Значит. Ну, а вообще... Вот, значит, по методам тыка. А. Азиатский танец. Б. Это скала. Либо же рок. Это может быть даже камень. C. Фабрик. Это ткань. Фабрик. И D. Сикфок. Плотный туман. Итак, что такое бурлап? Мешковина. Это? Ну, стой-то. Окончательный ответ? Да, это неправильно. Мешковина – это то, что мешок делает. Из чего делает мешок? Это ткань. Плотная ткань, да. Но ты, к сожалению, на 64 тысячи дул. Ну, кстати, хорошо вышел. Дальше. Я. Счетыре. В какой стране находится город Мандалай? Мандалай? Это Сингапур, Пакистан, Маймар или Индия? Мьянмар, наверное. Посмотреть. Мьянмар, Мьянмар, Мьянмар. Посмотреть. Сингапур, Пакистан, Мьянмар, Индия. Мне кажется, Сингапур или Индия. Итак, можно кончать себе ответ? Давай, давай. Сингапур. Вот так для зрителей. Сингапур. Окей. Это неправильно. Сити Мандалай находится в Ньянмар. В Ньянмар. Но это однозначно не в Сингапуре, потому что Сингапур это город Сингапур. Короче, мой шанс вырваться вперед. Так, а это тоже на 125? Поехали. Папа. By what name do the Italians call the city of Nepal? То есть в честь кого назвали город Неаполь? Неаполь, да. В честь Наполи, в честь Напкина, в честь Напки и в честь Наполеона. Ну, Наполи, вот первый который, да? От Краснополя? Да, точно. Ну, на 125 прошло. Наконец-то. И у меня два вопроса. Три. Три. Блин. В какой из африканских стран находится пустыня Намибия? Судан, Египет, Эпиопия, Либия. Ну, давай возьмем Судан. Я вообще-то думал, что в Намибии. Это правильный ответ? Судан? Yes! Но точно не Вегипте, а там Сахара. Молодец! 500 тысяч! Ну, шо? The Tizor is the longest tribute of which major European river? Вот эта вот речка, либо же протока Тиша, куда она вливается? В какую из самых больших речек Европы? Значит, Дануб, река, река Эльба, река Волга, и река Бистула. Ну, не Волга точно. Приток Тиша, это длиннейшая вот эта вот притока, которая вливается в какую из самых большущих Европы? Давай Дунай, не знаю. Дануба это Дунай? Да. А как ты знаешь, как это называется? Дануба? Еее! Ну, все, слабо. Последний, миллионный? Миллионный! Ха! Давай, готов! Оно должно быть сложным. Какой из этих веб-сайтов был создан Пьером Амидьяр в 95-м году? Это капец какой-то. A. Google, B. eBay, C. Yahoo, D. Amazon. Так, вот Yahoo или eBay? Ты не играешь. Yahoo или eBay. Как зовут этого чувачка? Пьер Амидьяр. Пьер Амидьяр основал eBay. Поздравляйте! Иеееее! Это Google! Это Google! Как? Ну я поздравляю папу. Макс, Сергей Брин, основатель Гугла. Живет сейчас в Калифорнии. В Калифорнии где там? Ну что! Победитель папа! Это какой неправильный! Гугл создан в 95-м году. Лук-тей, это река. I don't care. Макс, почитай про Лохнесское чудовище. Оно, предположительно, жило в озере Лохнесс. Вместо того, чтобы ехать в машине и слушать ваши музыки и планшеты, надо смотреть вокруг. Мы проезжали Лохнесское озеро. Я поздравляю этого самого умного миллионера в мире. Та-дам! Я заработал 1 миллион паунд! Та-дам! Я стал миллионером! Я вам скажу честно, что я очень удивлена. Знания Кати, то, что они в школе изучают. А сегодня я тобой даже как-то очень впечатлена. Обычно ты такие вещи так щелкаешь, ты, наверное, не высказался или бы долго сидел в моем тракте. Мой миллион! Ты весь мой! Если вам понравился наш миллионер, обязательно ставьте лайк. Ну больше такого снимать. Подписывайтесь на наш канал и всем пока-пока!